К 2024 году в поселке Шапших Антимансийского района построят новую школу на 350 мест. Об этом во время рабочей встречи губернатору Наталье Комаровой рассказал глава муниципалитета Кирилл Минулин. Отмечу, что все учебные заведения района сейчас работают в одну смену. Это стало возможным благодаря открытию новых образовательных центров, например, в Ярках. Кроме того, в муниципалитете полностью решили вопрос с очередями в детских садах. Мы сейчас уже работаем в одну смену. Эта возможность появилась при введении в 2020 году школы детского сада в Ярках. То есть мы сняли существенную нагрузку с образовательного учреждения в Шапше. И самое главное, что чего мы добились, мы перестали возить детей из одного населенного пункта в другой, для того, чтобы они посещали образовательное учреждение. Для жителей Ярков это существенное подспорье. Не только подспорье, а вообще это совершенно другой уровень подготовки и безопасность детей. Это важно. Решается в районе и вопрос с чистой водой. Дело в том, что изменилась технология ее добычи. Если раньше воду брали на глубине до 80 метров, то сейчас чуть ли не втрое больше. Пробные работы проходят в селе Троица и в скором времени могут быть применены и в других поселениях. Отмечу, что глава региона продолжит встречи с руководителями муниципалитетов и проверит их работу за последние пять лет. 11 октября губернатор Югры Наталья Комарова проведет прямой эфир, посвященный Дню работников дорожного хозяйства. Участники трансляции поговорят об эффективности программ по строительству и ремонту дорог, обсудят вопросы по созданию необходимой инфраструктуры и обеспечению безопасности. Свои вопросы все желающие могут оставлять под постом в социальных сетях. Онлайн-встреча состоится в 11.00 на официальных страницах главы региона в Инстаграме, ВКонтакте, в Одноклассниках, а также в группе Югра. В начальной школе из Лучинска появился необычный учебный кабинет. Дело в том, что он выглядит как квартира. А служит такой кабинет для тренировочных занятий по пожарной безопасности. В гости сюда чаще всего заходят дети и им наглядно демонстрируют правила обращения с электроприборами. Здесь есть и свои хитрости. Например, рядом с каждым прибором находится кнопка, при нажатии которой появляется дым. В последующем на него реагирует датчик, а после срабатывает и пожарная сигнализация. Каждая из зон подключена к щитку, с помощью которого дети и учатся отключать электричество. Такие занятия в учебно-тренировочном классе проходят в рамках предмета «Окружающий мир». По-моему, похож очень сильно на дом. Даже холодильник есть. Но узнал, как срабатывают датчики, как срабатывает вентиляция. И как вентиляция помогает устранить дым. Задача была здесь максимально простую систему собрать. Как для преподавателя, который будет демонстрации проводить, так и максимально понятную для детей. И чтобы они это могли применить в дальнейшем в жизни эти знания. Здесь мы смонтировали, получается, шесть зон, условно, которые будут имитировать пожар. Такие, как горение холодильника, микроволновой печи, чайника и так далее. И система вентиляции, такая вот демонстрационная, и которая рассчитана на этот класс. Югорские тхаквандисты завоевали 12 медалей на чемпионате и первенстве УРФО. Турнир накануне завершился в Тюмени. Там выступали 10 спортсменов из Югорской советского района. Наши бойцы завоевали 9 золотых, 1 серебряную и 2 бронзовые медали. Отмечу, что Ренат Узбеков стал лучшим и в формальном комплексе из 15 упражнений, а также в спарринге. Он выступал в весовой категории до 75 килограммов. Золотом и серебром отметилась Виктория Голубева. Золото и бронза у Данила Панова. Благодаря показанным результатам сборная округла смогла занять третье общекомандное место.